Убытки от засухи и гибели посевов в республике составили 1 миллиард рублей. В 26 районах продолжает действовать режим ЧАЭС. О том, насколько опасна сегодняшняя ситуация с пожарами в Башкирии, узнаем у начальника пресс-службы МЧС по республике Алика Шарафудинова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, для начала, какая ситуация с пожарами сегодня? По статистике. Ну, если отталкиваться от статистики, то количество погибших у нас больше по сравнению с прошлым годом на 29 человек, к сожалению. Но по количеству пожаров идет снижение на 448 случаев. Это говорит о чем? О том, что пожаров стало меньше, но случаи гибели людей на пожарах стало больше из-за того, что у нас были пожары с массой гибелью людей. А вот как понятно. А вот что касается режима ЧАЭС, да? А где все-таки можно сегодня разводить костры? Ну, режим ЧАЭС, это, скажем, немножко другая тема. У нас сейчас на территории республики Башкатастан действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, в том числе и, так скажем, сжигание мусора. По всей республике? Ну, и так далее. По всей республике, совершенно верно. Туристы, например, ездят, да, по республике путешествуют. И вот я ездила на реку Ай, по всем берегам, везде абсолютно костры. Никто же это не отслеживает? Ну, возле Кардова, так скажем, туриста, инспектор не поставишь. Но, тем не менее, призываем просто соблюдать требования пожарной безопасности и призываем в первую очередь к сознательности. Так как от каких-то непределенных действий могут случиться такие пожары, что последствия от них могут быть очень большие. Вот по статистике, где летом чаще всего пожары происходят? В квартирах или в домах? Сейчас, если опять-таки от статистики, у нас в жилых частных домах количество пожаров больше примерно 700 штук. То есть люди, находясь на частной территории, опять-таки какие-то действия с мангалами производят, опять-таки, возможно, где-то сжигают, да, незаконно. Но, тем не менее, случаи возгорания больше все-таки в деревнях и селах. Вот, кстати, когда люди на своем участке, например, разводят костер, да, сжигают мусор, может быть, какой-то случай даже вспомните? Ну, случай был такой, да, у нас в одном из районных республик, как раз-таки в период действия особо противопараленжима, женщина решила сжечь мусор, вроде как безобидное занятие, да. Но, тем не менее, ситуация развилась так, что вот эта сухая жаркая погода, плюс еще ветер, да, огонь быстро распространился, и в итоге женщина скончалась. Ужасно. А причины остаются в основном все те же? Это, наверное, от злоупотребления алкоголем? Ну, именно, если мы берем причину гибели людей на пожаре, то они так или иначе связаны с употреблением алкогольных напитков в большей степени. Но есть и какая-то определенная небрежность, халатность, получение ожогов. Опять-таки, получение ожогов у нас на сегодняшний день 162 человека травмировано. Это те люди, которые потенциально могли погибнуть на пожаре. Либо их спасли, либо они получили серьезные ожоги, либо надышались едким дымом. И вот знаете, что мне стало интересно? А вот как диспетчер принимает решение? Вот ему звонят и говорят, пожар произошел, да? Как он понимает, что надо отправить одну бригаду, две, три? Ну, в каждом конкретном случае диспетчер уже заранее знает. У нас составлено расписание выездов. Неважно, какой район, неважно, какой город, на каждый объект защиты уже предусмотрена определенная высылка сил и средств. То есть это количество единиц пожарной техники, привлекаемой к тушению конкретного пожара, количество личного состава. Если ситуация динамичная, развивается, и пожар, так скажем, быстро распространяется, либо, например, есть угроза распроения его на соседние здания, то количество сил и средств наращивается в зависимости от передаваемой информации с места. То есть первая прибыльшая пожарная подразделение, она всегда находится на связи с диспетчером и передает информацию непосредственно, чтобы диспетчер уже мог привлечь другие пожарные части, либо другие подразделения. Кстати, а вы можете вспомнить какой-нибудь прям, ну, уникальный случай с пожаром, может быть, о котором вам рассказывали, или вы своими глазами видели, потому что вы же тоже выезжаете на пожары? Ну, случай довольно-таки, наверное, курьезный, да, я, ну, так скажем, коллеги делились, информация такая, что приехав на пожар, горел у нас частный жилой дом, женщина, ну, то есть пожарные прибыли на тушение, горит частный жилой дом, женщина эвакуировалась своевременно из этого дома, но в руках у нее оказалась подушка. И, ну, естественно, пожарные обычно спрашивают, в чем, как бы, смысл, зачем взяли подушку. Деньги, наверное, там. Она говорит, так это же не подушка, это мой ребенок. То есть в процессе, так скажем, ну, вот такой неординарной ситуации, чурчайной, да, женщина в эту панику прониклась, то есть она не могла правильно, ну, сделать порядок действий и вместо ребенка взяла обычную подушку. А что с ребенком? Ребенок остался внутри дома, но, тем не менее, прибавшие пожарные сразу же, так скажем, ну, поняли ситуацию и поняли, что ребенок остался там. Совевременно зашли в дом, невзирая на риски для жизни, потому что уже горела кровля, возможно, было обрушение кровли, но, тем не менее, пожарный все время зашел и спас ребенка. Спас ребенка? И слава богу, ну, и только потом, через какой-то промежуток времени, минут через пять, женщина, так скажем, ну, оклемалась от ситуации и поняла, что, какую ошибка могла быть в итоге пожара. Ужасно. А что касается причин пожара? Вот мы уже обсудили самые распространенные, да, а самая такая необычная, тоже курьезная, может быть, даже история печальная. Ну, самые интересные причины пожара, которые, так скажем, довелось видеть, это самовозгорание каких-либо предметов, материалов, например, то же самое сено, та же самая солома, даже навоз, он может самовозгореться в результате пероформных процессов, в результате биологических процессов микроорганизмов. Если долго, так скажем, сено слеживается, оно может самовозгореться. То есть не нужен ни человеческий фактор, никто не нужен, просто оно само по себе загорается. Кроме того, один из интересных случаев также был лобовое стекло на машине. Машина стояла просто на солнце, на лобовом стекле был скол, то есть попал камень в какое-то время там, да, и под действием солнечных лучей этот самый скол сыграл как линза, и машина внутри загорелась. То есть мы прям приехали на пожар, начали расследовать причину возникновения пожара, и видно, как на сиденье по перемещению солнца вот такая прямо линия и идет. То есть, ну, понятно, что как двигалось солнце, так и двигался вот этот процесс загорания. Так установили причину, ну да, такая необычная причина. Ну, у нас приезжает на каждый пожар дознаватель, эксперты из спательной пожарной лаборатории, которые с учетом определенных, так скажем, методов, способов применения различных средств устанавливают причину пожара. Даже в полностью сгоревшем доме причина все равно будет найдена. У пожарных очень опасная работа. Есть ли у них какие-то ритуалы перед выездом? Может, соблюдают? Ну, непосредственно перед выездом нет, потому что самая главная задача – Быстрее, да. Аперативно собраться, быстро одеться, выбирать и приехать на помощь к тем людям, которые ее ждут. Что касается в общем процесса, ну, перед заступлением дежурства не, так скажем, не приветствуется начищать обувь, либо маячки на сигнале, ну, на автомобиле. Так как это, так скажем, если ты натер или там протер обувь, это говорит о том, что ты сегодня точно поедешь на пожар, и пожар будет непростой. А, вот как, потому что бывают случаи, когда они там весь день сидят, например, да, и ждут сигнала. Ну, то есть, как бы ты подготовлен, вроде все чистенькие, красивенькие, но ты, значит, обязательно поедешь на пожар. Если ты, как бы, вроде в обычном, так скажем, режиме работаешь, не напрягаясь, как бы делаешь те моменты, которые необходимы по службе, то пожар, возможно, и не приведет. Ну, вот как. Я вам сегодня такие необычные вопросы задаю. А вот какой самый нестандартный предмет извлекали из пожара? Ну, тут, знаете, как сказать, мы, наверное, не водолазы, пожарные все-таки заходят в дом. И что касается материальных ценностей, самое главное вообще задача любого пожара, на который прибыли на пожар, это не тушение самого пожара, это спасение и эвакуация возможных людей и пострадавших. Это самое главное. Мы можем не тушить, но люди иногда не понимают, почему мы не тушим. Потому что в первую очередь, опять-таки, возвращаясь к тому ребенку, да, нам самое главное спасти. Неважно, может все гореть, но это первая наша и самая главная задача. Поэтому мы сначала заходим в квартиру, либо в дом, да, и ищем возможных пострадавших людей. То есть, если где-то шкафы, там, возможно, ребенок спрятался, до предметов это уже, так скажем, второе. Либо к этому не приходим, либо, если настоятельно рекомендуют, там, да, например, ну, то есть, понимаем, что нет там никого, и нужно спасти какие-то материальные ценности, ну, то мы это обязательно сделаем. Вот если бы у вас была возможность каждого человека на планете обучить одному навыку, какому бы вы обучили? Очень хитрый вопрос, конечно, но хочется несколько вариантов выбрать, но оттолкнусь от того, что, наверное, когда мы произведем какое-то зажигание каких-либо предметов, зажигалка, неважно, сигареты, это будет костер, ну, я бы научил всех за собой все тушить. Потому что нечаянно брошенная, не затушенная, скажем, непродуманная ситуация наперед влечет серьезные последствия. Ну, вот, наверное, так. Ну, а тем, кто курит, просто не спите сигареты в руках. Не выпрасывать бочки на улице. Потому что все, кто, на самом деле, все, кто погибает, большая часть, это примерно 80%, они либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо курили в постели. Опять-таки, курили, перед этим, конечно же, выпили они и благополучно уснули, но, к сожалению, больше не вернулись в этот мир. Все понятно. Ну, замечательное завершение программы, что пожарную безопасность должен знать каждый человек правил пожарной безопасности. Конечно. Я напомню, что на наши вопросы отвечал начальник пресс-службы МЧС по республике Олег Шарфудинов. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова